Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что делать, когда звук пропал на айфон? Слушай, мне кажется, тебе не ко мне Я немножко не разбираюсь Я обычно иду в ремонт Или гуглю Попробую воспользоваться гуглом А это сайт такой Google G G O-O-G Впизду Если с ним затянуто получилось бы, да? Какой осенью вернется рыб в школу, я не знаю Наверное, никакой все-таки Зачем? То, что было в прошлом Должно там и оставаться Ему комфортно В прошлом Потому что я не думаю, что Некоторым вещам Форматам Неважно Было бы хорошо вот находиться здесь и сейчас Или Или в будущем, например Вот оно есть там Пусть там и остается Ему там самое место, мне кажется Когда будет ближайший хит Я не знаю Я написал много рэпа Будучи здесь В первые 10 дней Вообще очень много Потому что Вообще никуда не выходил практически Это потом мы начали куда-то там В Джакарду летать В Малайзию Тут Тусоваться Там и куда-то ездить В первые 10 дней Я оставался наедине с компьютером И кучей инструменталов Которые лежат у меня на компе Либо я просто заходил на саундклик И Что-то выбирал Что из этого хит Не знаю Я просто Просто у меня был какой-то Порыв Души И я писал То есть Не знаю А это было охуенно Это Это было прекрасно Я в день Писал по Куплету По цельному Типа Новый трек Каждый день Типа часть Нового трека И На данный момент Наверное Это единственная Вообще Вещь Которая Или род деятельности Если угодно Которым я занимаюсь И полностью Теряю чувство Времени То есть Я сижу Пишу Куплетик Думаю Ну Охуенно Вот у меня Куплетик готов Я отлично Посидел эти 40 минут Смотрю на часы Прошло 6 часов Или больше И Ну Это Пиздатенько Не всегда В том же Петербурге Есть время Заниматься таким Потому что Там Много Работы Много Дел Много Бытовухи Много Вот этого Всего Но в принципе Здесь Я Прохавал Чего Кого Как И Наверное Буду С утреца Все это делать В Питере При возможности Утро Вообще Чудесное Время Для того Чтобы Заниматься Такими Делами Пока Ты свежий Пока У тебя Голова Такая Свободненькая Не зря Ж Говорится Утром Вечера Его Мам Ебал Последний Вечер А ты В трансляции Чтишка Какого Чёрта Забыл Какая Красота И Кафуха Тебя Ждет По Прилёту Иди В Океан Нас Три Или Подерись С местными Делом Займись Макс Последние Три Дня Нам Ничего Не хочется Нам Хочется Уже Домой Мы Насытились Правда Это клёво Такое Двоякое Чувство То есть С одной Стороны Такой Блядь Поскорей Быть Домой А с другой Стороны Ау Как много Мы не Посмотрели И вот Мы проснулись Позавчера И ничего Мы Думаем Нокий Возможно Это После Наших Перелётов В Джакарту Из Джакарты Потом В Малайзию Из Малайзии Обратно Сюда Возможно Мы просто Устали И нам Нужно Просто Посидеть На Вилле Повыходить Куда И так Далее И я Весь День Хуерил Медленно Но верно Белое Винишко У нас Были Планы На Следующий День Это Был Вчерашний Мы проснулись И ситуация Примерно Аналогичная И мы Такие Ну Блядь Никуда Не хочется Поехали По торговым Центрам И мы Просто Подвигались По торговым Центрам Что-то Поужинали Вернулись Обратно Сегодня Последний День И мы Такие Чё Поехали На Сафари Мы Поехали На Байке Пообедали Вернулись На Виллу И Уснули С Яной Часа на Два Проснулись И такие Блядь Ну Не Ладно Мы Все Пошли Чуть Пошопились Ну Пизду Отдых То Вот Для меня Здесь Лично Отдых Был В другом Я Не Тусовался Я Просто Какой-то Кайф Ловил От Того Что Ну Вот Здесь Солнце Есть В Петербурге Его Меньше Здесь Больше Уделялось Времени На Какое-то Саморазвитие На Вырабатывание Полезных Привычек То есть Немножко Строил Себя И Блядь Получилось Некоторые Штуки Я Прям Теперь Встаю И Делаю По Дефолту Это Охуенно Реально То есть Больше На Прокачивание Себя Любимого Вот На Это Был На Цель На Отдых И Все Получилось Да Прорекламирую Растишку Брос Удовольствие Мне не писали Растишка Да и знаешь Там же сахара Много Наверняка Да Че мне Че мне его Рекламировать У меня уже Был опыт Рекламы Сладости Как-то Больше Не хочу Не лайкайте Качество Не очень А что От лайков А тут же лайки Есть Ёв твою мать Прикольно От лайков Качество Портится Я не знал Возможно Это неправда Качество Хуйёвое Ну Я вам так скажу Интернет В Индонезии Самый отвратительный Интернет В галактике Наверное Тут он В принципе Очень плохой Мне кажется Я слышал Знакомый голос По-моему Проходил поперечный Я могу ошибаться Последнюю неделю Мы Короче С Яной Уже на третьей Вилле До этого Были В Уловату Пиздатая Спокойное место Как раз Где происходило Рэп-описание Потом Вы будете Чуть-чуть Потусовались Потом Вот съехали В этот район Где сейчас Съехались Как бы все У нас тут Комплекс Вилл Получается Мы сегодня Дай в лицом Дай в лице слово ну то есть типа есть ком был конфликт интересов данного все остальное вот это прилюдно это же притянутая за уши хуйня ради хайпа но все это же прекрасно понимают типа прекрасно понимают типа есть вещи которые делает ларин которые мне могут понравиться те же последние клипы они хорошо выглядят ебанно звучат но тут же 30 лет уже можно как-то знаете притянуть и сделать его неплохим по звучанию там заедающий хук какие-то видосы там разговорные может сделать нормальные наверное что-то на что-то я натыкался в рекомендованных прекратите блять серьезно если вы приходите ко мне сюда в ожидании того что я пиздану на кого-то или с кем-то буду конфликтовать идите нахуй чё-то я так блин мне у меня был один конфликт за по моему вообще один больше года назад и меня так им все заебывают до сих пор что типа ты думаешь ну ёптем я не представляю как там до тому же ларину и хованскому соболеву которые только на этом блять и держатся типа только на конфликтах я блять ну я не такой не такой я здесь у меня другая миссия другая цель нет другая жизнь прекратите ебать мне эти мозги пожалуйста ну типа ёо давайте разговаривать и общаться и делать какие-то интересные вещи вместо того чтобы в очередной раз мусолить кто хуесос а кто нет да все это дело вкуса даже когда я чё-то там мог пиздануть или критикнуть чьё-то там творчество и ну это же блять моя вкусовщина это не значит что я прав и то же самое со всем интернетом блять типа ты смотришь и такой думаешь да блять где тут место для чего-то ну действительно важного вот этот ему мы все угорали над домом 2 все угорали над телевидением и в итоге сами этим всем стали и сами за этим с удовольствием наблюдаем такая себе хуйня такая себе хуйня где-то я очевидно угорают да я люблю угорать но к сожалению большущему сожалению люди очень любят многое воспринимать как чистую монету типа вот говорю я что кизару лох да в какой-то момент в твиттере все из этого начали делать блять скандалы он даже начал это серьезно воспринимать я такой ну ёбаный стыд чего потом я послушал его музыку но она мне не понравилась а все на этом все закончилось мне и нужно этому солить типа дальше но нет для людей это конфликт для людей то скандал блять скурили основа да короче я покуриваю сишки у меня закончились пластыри никотиновые ну короче блять снова бросил курить снова начал я еще вернусь в питер опять брошу серьезно потому что ну блять я зрение теряю как минимум из-за того что я говорю и это ну это в принципе тупая привычка но я ничего не могу поделать те моменты когда я очень нервничаю у меня слабая сила воли типа по-настоящему слабая во многих вещах вот касаемо вредных тех же привычек я очень бесхарактерный я очень не какущий я иду на поводу очень многие вещи делаю на на автомате просто то есть условно беру сигарету затягиваюсь курю-курю и такой блять зачем я это делаю то же самое у меня было там да когда я ставчик курил постоянно то есть типа я такой вечерком прихожу кура баху я потом такой ёб твою мать чё я делаю и начинается с бухлом также я слабый на это и поэтому вот здесь я вырабатывал себе какие-то полезные привычки для того чтобы ну блять немножко посмотреть на жизнь по-другому немножко на другую жизнь и она оказалась безумно интересно то есть сначала я думал бля на вас возможно это во мне какая-то мотивация на несколько дней потом я забью хуй нет это реально было весь месяц и я такой ух все это блять в привычку я не могу утро начать безусловной зарядки блять и медитации без чтения этого ёб твою мать это же просто восхитительно как я горжусь собой типа теребил себя за сосочек поцеловал и пошел дальше любоваться на себя любимого в зеркале да то что касается вредных привычек ну блять тупая хуйня тупая хуйня вообще благо с бухлом я же очень много бухал раньше благо бухло мне просто перестал нравится я вот могу выпить несколько бокалов белого вина и все но типа в какой-то момент чувствую что все я не хочу и то есть это не чувство типа все мне не надо мне нельзя мне нет это это именно искреннее чувство все я больше не хочу это очень пиздато то есть маленькие победы в моем маленьком организме с теплой ностальгию вспоминаю времена когда вы курили с тобой край под мостом смешно да мы никогда не курил край я даже не знаю типа ну я примерно прикидываю что что это такое да типа но я никогда не пробовал вот сорян вы знаете что на бали здесь легализованы эти грибы которые ну типа отравляют ну блять наркотические короче проще говоря вот обычным языком здесь люди хавают грибы смотрят галюны и счастливы я не попробовал ну как-то не захотел несмотря на то что легально просто но но и вот интересные факты здесь вот можно приезжайте на бали люби музыку на фоне но я сам могу спеть типа моя любимая песня не знаю у меня 11 любимых песен появилась по после выпуска рэперы переделывают мой лдак серьезный епта я про я я четыре дня каждый день смотрел этот видос практически на репите в каждый я уже куда на день 3 перестал его смотреть я просто слушал я закачал в оффлайн ну тоже хуёвый интернет в оффлайн ролик и просто перематывал на тайм-коды своих любимых треков типа про хуй в рэперы переделывают и реально типа в какой-то момент поймал себя на том что я слишком пиздец сильно занимаюсь самолюбованием но чё поделать мне действительно нравится как я это исполнил как джубили это написал и как видите это все свел и перебил биты я понимаю типа а сука кажи обоймы как похоже как мне нравится первый класс отлично получилось вау просто баста но из мс как 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 это макс корж вау я прям да я прям я тащился я самое главный фанат этого видоса 11 песен про пенец сука 11 я видел на ютубе кучу видосов кстати где говорят о том что вот смотрите льда джарахов занялся серьезным репом и перестает и и и и заявил что уходит из интернета и перестает делать типа смешные забавные песни не 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 хуйня все типа я так не говорил я писал что я ухожу из интернете к я говорил это о социальных сетях и меня действительно долго них не было потом я скачал себе только инстаграм и типа снимал stories и это никак меня не отвлекало то есть вроде бы удалось выработать привычку не лезть в телефон хотя блять телефон самая сильная зависимость вообще это блять просто ужасное устройство дикая убивалка времени то есть взять телефон в руки и листать соцсети это как открыт открывать каждые пять минут холодильник и ничего в нем не обнаруживать это как то есть по полезности это как укуриться очень сильно в слюне и смотреть в потолок то есть примерно вот одна та же хуйня поэтому вот я уходил из интернете к так песенки ну мы сейчас готовим блять помимо там того что я альбом пишу серьезный да ну как серьезный ёпта про про себя про то что хочу сказать мне там некоторые друзья говорят не менее не зайдет хуйня тебя не за это любят я такой похуй я сделаю на маленькую аудиторию тепло мне просто хочется это попробовать но тем не менее никто не отменял там забавного дерьма просто потому что но я люблю забавное дерьмо я люблю серьезное дерьмо я люблю разная дерьмовый сомелье я люблю разное дерьмо что там еще в комментиках угли телефон так греется кошмар мы тебя в галерее сука видели нахуй в спб молодцы я очень поздравляю вас кстати на набали меня не так много узнавали возможно потому что мы так много где ходили но даже в малайзии за два дня узнала больше чем на боли за условных две с половиной недели это было классно и я все еще не избавился от этого чувства типа когда кому ко мне подходили сегодня пару раз вчера я такой все равно не избавился от этого чувства типа но но я стараюсь резко не реагировать это тоже очень важно типа потренировать свой характер на чувствую блять что я приеду в питер и снова начну выбрасывать телефоны ты считаешь и не отвечаешь слушай я тебе ничего не должен жаришь не хочу отвечать не значит и хуйню пишешь либо я пропустил но такое бывает но чаще всего объективно посмотри комменты там просто куча да блять не хочу чтобы меня кто-то обижался на просто куча какого-то говна да вот ян топлисов в одном последних роликов говорил блять очень много взрослых людей пишут но почему вы не в комментариях не стесняйтесь я такой ну да сука жизненно же в комментариях вот в основном но зачем со мной здороваться если я не надо здороваться со мной в комментариях я очевидно просто даже не посмотрю на этот момент ну там типа смайлики или вот эти вот ваши блять ебаные вопросы в стиле покажи письмо ну что это такое блять ну ну то есть как общаться на на что вы рассчитываете когда такое пишете что это же полная хуйня может быть я душно ебан стал каким-то но ведь очевидно же ну ну зачем что сможешь сказать насчет того что собирались закрыти тупый instagram маргенштерн где-то я у него в stories увидел он говорит типа почему мне об этом не говорят крупные блогеры я все просто youtube обещали там инстаграм и так далее обещают закрыть по 20 тысяч раз в год просто каждый раз эти новости вылазит и ты уже их нахуй игнорируешь потому что ну да 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 вы конечно подготавливаете однажды действительно все удалят но но наверно не в этот раз просто постоянно говорят мы закроем youtube вот это мы закроем ща youtube мы закроем youtube но я не то чтобы разбираюсь но мне кажется пока что невыгодно закрывать такие крупные корпорации в россии которые так или иначе здесь платят налоги возможно это произойдет когда альтернативная площадка более-менее подготовиться сейчас в контакте этой хуйней занимаются но при всем уважении контакте к тому что мы выросли на этом сайте он сейчас стал полной поеботы я не понимаю что за люди там сидят вообще в контакте что варь типа тем более перед кто там нахуй переписывается вообще я периодически захожу ну ленту полистать потому что есть вещи на которые в твиттере не подписаны дали вынести но просто надо дефолты даже скорее кто блять сидит в контакте но тем не менее в контакте готовит какую-то альтернативную платформу свои видео свой видео контент но в бахи вот в это деньги но блять в это никто не это никто не смотрит там дохуя просмотров только за счет того что в контактовском плеере встроен автоплей то есть ты пролистал это видео у себя в фиде твой просмотр засчитался такая пидорская нечестная фейсбуковская херня шо во влогах шо по влогам нуждаюсь в рекламе пандау смешно да помню день когда у всех одновременно вы вышла вышли ролики с рекламы пандау и у меня вышел ролик в этот день рекламы пандау не было потому что я могу себе позволить ладно потому что у меня не заказали рекламу люблю эти моменты когда типа заказчик говорит короче вот в эту дату нужно выкладывать ролик и короче блять все видео блогеры выкладывают свой качественный контент типа свой порыв души такие я щас от души сделаю ролик но мне нужно блять его в определенный срок уложить на заказчик у меня влогов на самом деле наснято дохуя гонконг бали джакарта куала лумпур все путешествие хули типа да что-то из москвы из питера есть немножко буду выпускать по мере по мере когда захочу я его я вам говорю что ебал в рот какой-то график сейчас тем более сейчас по возвращению все силы будут сосредоточены на формата на клик-клаки и на альбом альбом вот на моем канале ну как будет хотеться так и буду выкладывать вот тип вот я конечно уже мы начнем там собирать материал наверно да с гонконга потому что гонконг следующие вот люди голосовали в видосе но когда выпустим хж за пейдж дальше домой пора нужно поработать и ложиться в больничку буду себе одну штукенцию ставить в больничке я очень рад что я лягу в больницу это целые две недели типа охуенного отдыха просто чтобы вы понимали мне будут ставить специальную штуковину с которой я постоянно буду ходить пиздец я сегодня нажрал постоянно буду ходить она будет въебывать мне инсулин я перестану колоть уколы я целые две недели просто просижу блять в палате и будет на 100 я обожаю короче когда тебе вообще совершенно некую делать и тебе некуда идти тебя ничто не отвлекает потому что в эти моменты голова охуительно работает просто охуительно мне вот там в году надо таких дней ну объективно да вот честно сейчас скажу ну конечно же не точно так с потолка вот в году 365 дней дайте мне ну условно три таких недели в идеале в году я за эти три недели придумаю всякого говна хорошего на год полтора-два вперед так что я очень рад что тут у меня после отдыха немного типа процесса съемочного на достаточно нормально накликать про съемочного процесса просто недолго по времени две-три недели а потом еще две недели больнички ты очень рад просмотром прямо 5 миллионами мне приятно конечно что этого есть бэк так то вообще сейчас уже так так я могу прыгать похудем по мнением как похудем это нормально я не постоянен но сейчас уже как-то такое время к этому даме похуй на просмотры типа да когда я делал в stories и говорил чуваки мюзикл не набрал просмотры мне нужно было добрать просмотры по контракту блять это рекламный ролик кому ну давайте будем честными ёпты а если ролик не собирать не собирает просмотры ну возможно в большинстве случаев он делает это не заслужен мой заслуженно точнее вот но опять же двоякая хуйня потому что ну делориан да это же абсолютно не хайп тема да то есть типа это это порыв души и он собирает хороший фидбэк мне пиздец приятно я понимаю что дальше такого будет меньше если я продолжу просто делать такие вот штуки которые них хит такие типа не хайп но посмотрим типа опять же все все от меня зависит по большей части от меня и от людей конечно же с которым мы все это делаем работаем я сейчас покурю потому что блять не хочется курить но я вернусь в питер и снова перестану эту хуйню заниматься я отвечаю потому что там я смогу купить себе никотинок пластырь которые здесь не нашел так я читаю комменты поэтому молчу я понимаю что как это со стороны странно смотрится я просто сижу и молчу но я пытаюсь найти что-то в интернете хора ругаться матом тебе это не делать крутым как дурак себя ведешь слушай ты просто пиздец мелкая ну то есть я так выражаюсь в реальной жизни я понимаю что возможно это ну то есть в чем возможно да это не всегда красит человека но ебаный стыд я так разговариваю я не слежу чаще всего я не слежу за тем что что я говорю я я стараюсь я слежу за тем о чем я говорю но какие в процессе моего разговора у меня изо рта вылетают слова паразита я не слежу а ты просто маленькая девочка которая типа ты думаешь что ты крупой когда ты материшься нет это это хуйня и вы просто ну я у меня есть тебе отличное предложение приходи попозже приходи попозже когда станешь чуть-чуть постарше возможно мы найдем общий язык сейчас сложно сейчас нам вот по крайней мере сейчас это безответно есть огромное количество аудитории с которой я смогу спокойно найти общий язык это подростки это там типа чуваки постарше это некоторые там детишки да там 15 лет с которыми можем пообщаться 14 и даже чё хуйня вопрос а вот периодически я замечаю что там ну совсем без еще которое уже после по большей части версусов пришло ну приходи попозже обязательно пообщаемся но сейчас у нас не получится оно безответно оно безответно я я я хорошо отношусь к своей аудитории я благодарен я все прекрасно понимаю но мне безумно стыдно иногда когда я понимаю что меня смотрят ну совсем пиздечо и это обязывает меня перед чем-то да это обязывает меня там меньше материться не бухать там не рассказывать про то какой я алкашин наркот там и так далее и это загоняет меня в ебаные рамки а я такой ну типа я конечно стараюсь я прекрасно понимаю блять что с большой силой приходит большая ответственность но бля я не хочу принимать этот факт шарите то есть оно такое вот хоть где-то ходил жизнь идет дальше я взрослею везде приходится быть очень ответственно ну дайте мне хотя бы где-то остаться долбоебом вместе с вами долбоебами я могу остаться долбоебом где-то вот когда будут видосы из камеры 360 уже когда будет когда будут идеи что за 360 мне хотелось сделать 360 влог я сделал это было и где-то было интересный опыт мне все понравилось будешь красить волосы еще раз блять охуенный вопрос просто типа вот тысячи люди которые сидят и такие думают блять чтобы спросить чтобы спросить о точно спрошу эльдар у тебя есть в планах покрасить волосы ай и куда вы идете уже дула там ребята пришли зовут к бассейну так даня если ты голый то аккуратно я в трансляции я сейчас приду к вам здравствуйте это он как гей пьет винишко а мы как настоящие мужики трахаемся под водку спасибо я попиваю винишко белая и очень-очень редко водку джин потому что это одни из немногих алкогольных напитков которые не содержат в себе углеводов то есть следовательно не повышают на уровень сахара в крови в вине в белом она конечно есть но чуточку чуточку но и как бы конечно же вот условно там в бутылке вина по моему если я не ошибаюсь углеводов столько же как кусочки в полутора кусочки хлеба до последники на бутылку я не осиливаю меня там после двух-трех бокалов такой вот стой 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 но но наверно не сегодня сегодня я бы может быть это больше купил не знаю мы хотели потусить съездить но пока все собирались захотелось спать что время-то уже 12 а мы с яны просыпаемся обычно в 7 утра примерно вот и уже в 10 вечера спать охуенно охуенно на самом деле просыпаться с утра я рекомендовал в твиттере книгу про магическое утро автора не помню я еще во влоге из по моему малайзии как раз таки снял краткий пересказ этой книги потому что это настолько охуенная тема что мне очень хочется и делиться то есть типа есть некоторые пиздатые вещи которые я понял осознал который переосмысливал и пробовал на себе которыми действительно хочется делиться для того чтобы ну блять люди знали потому что это охуенно полезная штука типа я сейчас просыпал в двух словах до идея книжки в том что утро делает блять весь твой следующий день это в телеграм канале блять рассказывал и это реально охуенно мы стали просыпаться на пару часов раньше чем обычно вместо того чтобы врываться блять свои дела сразу ты даешь немножко проснуться себе сидишь в тишине потом делаешь зарядку которая ебать тебя бодрит на весь день читаешь книжку потому что когда ты еще блять позанимаешься саморазвитием если ты блять работаешь постоянно и заебанной приходишь потом вот блять что-то пишешь там и так далее и только потом врываешься в свои дела короче пиздец просыпаться с утра именно вот рано утром типа часов в шесть все я в питере хочу в 6 просыпаться в 7 в питере хочу просыпаться в 6 и ложится где-то в 11 мне 7 часов вот так хватается на для того чтобы вот просто блять вот вливать это просто охуительно то есть я там рассказал вкратце я буду смотреть на монтаже может быть что-то буду добавлять в подводках ну это блять просто шикарно вот ну и собственно ладно я пошел к чувакам было приятно по по аналогировать от слова монолог вот следующий раз давайте договоримся короче я запускаю трансляцию очень нормальная спрашиваете мы общаемся иначе я был однажды просто я очень многих вещах разочаровываюсь со временем с возрастом я становлюсь душноёбом душным уёбком и скучным и она нормально я и мне часто вот на таких трансляциях все меньше интереса есть с вами общаться у меня есть больше интереса общаться лично даст периодически то есть время и желание с кем-то из аудитории когда естественно человек сразу показывает себя не как фанат на ебучий как просто типа человек в первую очередь это интересно и со временем у меня пропадает полностью желание везде с вами какой-то типа диалог если это так можно назвать вот в таким образом онлайн потому что я захожу в коменты вижу кучу говнище и просто разочаровываюсь и понимаю что нам охуя запустил трансляцию мне не было месяц может быть типа есть чё спросить нет в комментах какой у меня член в комментах что и ох пидор передай привет там и так далее это заебало честно и у нас два пути развития либо мы с вами реально поддерживаем какой-то интересный диалог может как для кого-то не интересно может быть что интересно в нашем с вами мерке так скажем да либо мы с вами просто завязываем с этой хуйной перестаем общаться онлайн и просто общаемся иногда в комментиках и я выпускаю для вас песни и видеоролики потому что есть четкое ощущение того что вот вот это вот все типа трансляций она как пустая трата времени не нужно как это блять не интересно короче становится поэтому поэтому давайте ну чё-то чё-то интересное наверное делать да то есть не вопросы в стиле типа какой у тебя любимый этот или тот или фильм или трек это все полная хуйня а что-то может быть волнуюсь о чем хочу можно поразмышлять порассуждать мысли вслух диалог и я с удовольствием вы знаете сами подключаю сюда людей да мы общаемся здесь просто с людьми с которыми я совершенно не знаком можем это тоже охуенно интересно мне в первую очередь не знаю как вам просто пообщаться со своей аудиторией по настоящему с глазу на глаз когда здесь два окошка мое ебало и чье-то лицо да это все интересно поэтому трансляция когда все еще будет может быть у вас что-то будет заготовка типа если нет если нет что толком спросить и написать мне надо писать какую-то хуйню тогда тогда и отношение друг к другу будет намного лучше уж поверьте мне тогда и его ваша лояльность ко мне и тем более моя лояльность и любовь к вам возрастет до небес потому что очень хочется и самому интересно проводить время здесь то что я захожу в трансляции не для того чтобы на вас повеселить в этом плане меня погибать вообще-то на вас я захожу чтобы время скоротать первую очередь типа просто попиздеть может для себя что-то интересного в своих же блять монологах открытили у вас прочитать в общем его всем хорошего вечера ну и чё еще чё пожелать чё посоветовать ложитесь пораньше попробуйте убрать телефон убрать компьютер интернет потому что ничего интересного там на самом-то деле не происходит в тех масштабах в которых вы сидите в интернете ложитесь пораньше просыпайтесь пораньше и начинайте свой день с чего-нибудь интересного например с прочтения книги которую откладывали всю жизнь или с того дела которые откладывали всю жизнь не знали когда сделать ложитесь пораньше просыпайтесь пораньше и все пум пум с кибери папа